Девятнадцатилетняя ангарчанка Вероника Мартьянова уже восемь лет занимается легкой атлетикой. Сегодня в беге на 60 метров у женщин она занимает верхнюю ступень пьедестала. Бежала я быстрее, ну конечно в этот момент я показала лучший результат, но я не знаю, вот просто встала, пробежала, честно. Знаете, главное, наверное, все-таки еще головой быть готовым, не только тренироваться. Я думаю, так и должно быть все. Сегодня в турнире принимают участие около двухсот спортсменов из Братска, Саянска, Черемхова, Шелихова и Иркутска. Легкоатлеты состязаются в трех видах беговых дисциплин. По традиции соревнования открыли забеги на 60 метров у женщин. Далее следует гонка на 400 и 1500 метров у парней и девушек и прыжки в длину и высоту. А в заключении выступают толкатели ядра, одни из сильнейших в стране. Пятикратная чемпионка России Елена Болсун вчера вернулась с победой из Омска. На этом турнире она покажет свои силы завтра, а пока наблюдает за выступлением других спортсменов. Спринт повысился очень за последнее время. Что касается дистанции от 60 до 200 метров, до 400, результаты очень высокие стали в области. Я думаю, у нас одна из сильнейших команд в спринте, если взять. Если мы бежим эстафеты на чемпионате России, на Кубках России, то мы на протяжении нескольких лет уже являемся лидерами. Этот прошедший сезон был довольно-таки успешным. У нас 27 спортсменов в составе сборной команды России, где будут готовиться в этом же 2014 году, в новом году, в многих крупных соревнованиях. Это чемпионат Европы, в этом году зимний чемпионат мира, чемпионат Европы среди евро. Я думаю, что все наши спортсмены принят участие в этих соревнованиях. Этот турнир отборочный. Победители примут участие в первенстве Сибирского федерального округа, который состоится 18 и 19 января следующего года в Иркутске. Мария Князева, Любовь Фехилова, Константин Синицын. Новости сейчас.